О пешеходе замолвите слово. В мэрии прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Сотрудники городской администрации вместе с работниками госавтоинспекции обсудили адресную программу об устройстве пешеходных переходов. Как отметили в ГИБДД, благодаря совместной работе за последние полгода аварийность в городе снизилась на 13%. В настоящее время введены в действие национальные стандарты, которые предусматривают установку дорожных знаков, пешеходный переход над проезжей частью. То есть ряд мест в областном центре, где эти знаки до сих пор еще не установлены. Информацию оперативно передаем и по фактам ДТП. Анализируя состояние аварийности, мы рассматриваем очаги аварийности и всю эту информацию направляем в администрацию города Иваново для оперативного вмешательства. То есть понимание есть, но бывают сроки выполнения мероприятий, заставляет себя ждать. Конечно, в первую очередь обсудили сроки выполнения работ. В текущем году запланирована модернизация четырех пешеходных переходов с обустройством искусственных неровностей, дополнительных дорожных знаков и усиленного освещения. Особенно важно нанести горизонтальную разметку. Ей в городе охвачено пока 40% дорожной сети. Основной объем работ по нанесению горизонтальной разметки мы планируем выполнить в июле месяце, в том числе до 27 июля. То есть у нас основные контрольные мероприятия планируются, ну начало контрольных мероприятий, подготовки к началу учебного года начинаются с конца 1 декабря августа. То есть мы хотели бы выйти вот собственно в последнее число июля. На три участка специалистам администрации ГИБДД предстоит выезжать лично, чтобы увидеть ситуацию своими глазами и поговорить с жителями. Не решен вопрос об организации одностороннего движения по полевому проезду. Также неизвестно установят ли нерегулируемый переход на перекрестки улиц летчика Лазарева и первой полетной. Отдельный вопрос – установка светофора на генерала Хлебникова возле 36-й гимназии. Это улица Дублер. Здесь всерьез опасаются больших пробок. От ГИБДД поступило предложение выполнить искусственно-дорожную неровность лежащих полицейских с обоих сторон. Вот мы хотим выехать посмотреть, не заденет ли это, скажем так, не будет ли конфликта с остановочным павильоном и, соответственно, там с полосой разгона для транспортных средств. Я думаю, мы рассмотрим именно этот вариант. Все три участка постараются обследовать в ближайшее время. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции будут приняты соответствующие решения. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.